Россия. История в лицах Это славяне. Я за них играю. Вот тут фермы есть, а это казармы А зелёные бегут кто? А это шумеры. Я с ними воюю Шумеры? Со славянами? Да как это? Они же совсем к разным эпохам относятся Ну, это такая игра. Тут можно воевать с любой нацией любого времени И чем они отличаются друг от друга? Ну, у славян пехота сильная, а у шумеров есть метатель топоров Да, понятно. Историческое. Ну, я-то подумал... Хотя наши предки действительно много воевали и умели это делать А какой был их главный военный секрет, деда? Я думаю, что это был боевой дух Хоть у тебя танки, хоть палицы А если солдаты не удохотворены, то война проиграна Ну, и с одним духом выиграть тоже ничего нельзя Если народ решил бороться, объединился То он создаст и армию, и оружие Вот, к примеру, времена Дмитрия Донского Тогда юный Дмитрий не готовился править Перед ним должны были княжить его отец, затем дядя, затем двое других старших вроде Но чума, разошедшаяся по Европе и Азии в 14 веке, забрала всех, кто был перед ним В 9 лет Дмитрий стал князем В таком юном возрасте князю нужен был опекун, и им стал митрополит Алексей Далече же ты забрался в лес, Митя Еле отыскал тебя Не боишься один? Нет, отец Алексей, не боюсь А что случилось? Нужно дело сделать княжеской, Митя Во рду ехать За ярлыком на великое княжение Ты не побоишься? Я? Не бойся, Митя Ты же князь Ты должен нести свою власть, как крест Благослови тебя Бог Путь в столицу Орды Сарайберке Мог быть смертельно опасным для юного князя Татарские ханы убивали друг друга за Ордынский престол Никто не мог долго прапить Была смута Ее русичи называли Великой Замятней В Орде в то время был грозный военачальник Беклербек, как они говорили Мамай Он мог сам Менять правителей, как ему хотелось Золотишко Соболи Спасибо русским Хотя у меня этого добра А неужели этот малой ваш новый московский хан? Просим тебя, Беклербек Пожаловать нам ярлык на великое княжение А-а-а-а-а А не рано ли ему еще на престоле сидеть? Может кто другой есть на Руси Постарше? Великое начинается с малого Беклярды А пока оно там Еще у вас начнется Впрочем, золото Вы дали довольно Я скажу хану Чтобы Дал вам ярлык Митя рос И становился Могучим князем Дмитрием Через несколько лет Он стал править уже самостоятельно Где войной, а где и миром Собирал он земли вокруг Москвы Построил он и первый Каменный Кремль В Москве Из Белого Камня Силы его княжества все росли Бился он и с литовцами И с русскими князьями За земли А в конце концов Разбил и ордынского Мурзу Бегича На реке Божия Тогда забеспокоился Мамай Визирь Нужно собирать войска Москва слишком сильна Они погубили моего Мурзу Московский хан подрос И слишком много себе возомнил Орда твоя совсем ослабла Бекарбек Восточные улусы восстали И хан Тахтамыш собрал Много воинов Под свои знамена Едва ли мы наберем Довольно туменей Чтобы победить Русь Если ты говоришь Мне это, Визирь Значит, есть у тебя Дельный совет А если его у тебя нет То зря ты меня злишь попосту И сам знаю про все это Богатств немало скопили мы в казне Пошли послов к ближним народам Чтобы собирали они войско для тебя За золото И тогда стал нанимать себе Мамай разных воинов И даже генуэзцев Которые обосновались тогда в Крыму Призвал к себе Князь Дмитрий же Съездил к Сергию Радонежскому Получил благословение на битву И собрал князей в Коломне На совет Было то В конце лета 1380 года Радостно видеть Мне вас здесь Братья, князья и воеводы Со многих земель вы приехали сюда ради общего нашего дела С нами бог князья Итак Разделимся на пять полков Как уговорено И в таком порядке Перейдем Аку Дмитрий, что ты? Нельзя Аку переходить Это погибель верная Здесь же обороняться можно крепко Оборонялись мы уже раньше на нашем берегу Да все бивали нас татары в те годы Нужно перейти Аку и дойти до Дона И его тоже перейти Мамай уже близко Вот-вот нагрянет А мы и укрепиться как следует не успеем И земли тень и все воеводы знают Зачем идти на такую дерзость? Мамай соединится там с литовской подмогой Если не пойдем вперед, то не устоим Теперь все решается И нечего нам беречься да отсиживаться И вот через несколько недель Орда и Русичи Встретились на Куликовом поле Русские полки перешли Дон И сожгли все мосты за собой Хочу, братья, с вами общую чашу испить И той же смертью умереть Если же умру, то с вами Если спасусь, то с вами С Богом! И сам князь встал в ряд со своими воинами Чтобы сражаться плечом к плечу с ними Сошлись две силы великие Как писал летописец И бысть зла сечет Есть в летописи и легендарный рассказ О битве монаха Пересвета И ордынского богатыря Чаубея Оба они пали замертво Сразив друг друга копьями На всем скаку А после рубились полки Целый день Сколько народу-то полегло Страх Упокой их, Боже Слыхал я, что нашего Дмитрия Найти не могут Эй Господи, упокой и душу О, гляди Вон там лопушки Кажется, живой кто-то ползет Да это же Дмитрий Ха! Жив он! Раненый! Братцы Где Мамай? Сломили ли мы его? Сломили Отец наш, сломили Бежал Мамай И много татар его порубили бегущих Сломили Дедушка А почему русичи Сожгли мосты за собой? А это, Леша Чтобы никто Из воевод или воинов Не подумал бежать С тех пор даже выражение Такое появилось в языке Мосты сожжены Мол, дороги назад нет А как же они вернулись тогда? Да это не так важно, Леша Нашли способ Главное, что победить смогли А ведь сколько лет Не могли побить Орду? А всего-то надо собраться Было всем И соединиться в одну армию Это так, Леша Только Орду-то победить Не смогли Хан Тахтамыш Который взбунтовался Против Мамая Добил его войско После Куликова поля И вновь Пришел на русские земли И разорил их Дмитрий Донской Сам к нему С повинной головой Замеряться и ездил Князь Князь Помолись за раба Божьего Дмитрия Старча Вот мы и монеты Свои стали чеканить А все равно Чего там ждать? Чего там ждать? До Сарай-Берке Путь не близкий Ехать надо А Донским князя Прозвали за его победу? Да Это самое важное его дело Но ведь получается Что победа на Куликовом поле Она ничего не принесла? Ну Я так не думаю Вот мы начали Леша с боевого духа говорить Видишь Дмитрий Как князь его Смог собрать Соединить народ А если народ Одухотворен То он сможет Любые горы свернуть И Орду смог Совсем Скинуть со временем А если бы не собрал тогда Тогда и не знаю Что бы с Русью В те бека Стало Россия История в лицах Редактор субтитров А.Семкин